Добрый день, уважаемые журналисты! Тема нашей сегодняшней пресс-конференции «Нарушение в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд и стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на период 2013-2024 годы». Разрешите представить участника нашей пресс-конференции Мухаммедзианов Даниил Фердинандович, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. Даниил Фердинандович, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день. Несмотря на то, что с 1 января 2014 года вступает в силу новый закон, который будет регулировать размещение государственных заказов, вопросы, связанные с контролем за размещением заказов по старому законодательству, они, в принципе, болячки имеющиеся, перейдут в Новый год, несмотря на принятие нового законодательства. Федеральная антимонопольная служба, одним из своих основных направлений деятельности, вернее, Федеральная антимонопольная служба, является контроль за размещением государственного заказа, что в себя включает рассмотрение жалоб, поступивших от участников размещения заказа, введение реестр недобросовестных постучков, привлечение к административной ответственности проведившихся лиц. Так, в течение этого года уже управлением рассмотрено порядка 191 обращения участников размещения заказа на нарушения при проведении тех или иных видов торгов. Основными видами нарушений, на которые, как бы хотелось обратить внимание, является необоснованный отказ заказчиков к участию в торгах определенных видов, к участию в торгах участников, то есть неправомерное отклонение их заявок. Заказчик, определенным образом устанавливая ловушки, например, такие, как в использовании в русском языке «богатый русский язык», устанавливает не более, не менее, какие-то конкретные показатели размывает, и не указание или не убрав эти слова в своей заявке, участник формально подлежит отклонению. Но некоторые заказчики идут дальше, они специально устанавливают ловушки, то, что даже добросовестный участник рассматривает документацию, подавая заявку, может ошибиться ненамеренно. По этой причине его заявку тоже отклонят. Еще одним из основных видов нарушений служит то, что при рассмотрении вторых частых заявок устанавливаются требования, которые в соответствии с действующим законодательством не должны устанавливаться в данном виде торгов. То есть, просят какие-либо виды лицензий, разрешений. И непредставление участников во второй части заявки данных документов служит также основанием для отклонения данной заявки. Например, у нас, скажем, в этом году довольно часто были жалобы на необоснованные отклонения участников при проведении торгов Федеральным управлением автомобильных дорог Волговятского региона, Федерального дорожного хозяйства. В основе своей, 100% практически, жалобы признаются обоснованными. То есть, комиссия, работая по документации, которая заведомо вводит в заблуждение участников размещения заказа, и, по нашему мнению, прежде всего, наше мнение также поддержано судами всех трех инстанций, отклоняли заявки участников. Кроме того, одним из нарушений законодательства является то, что заказчиками размещаются, допустим, торги на проведение ремонтных работ, строительных, без опубликования проектно-сметной документации, что тоже, соответственно, действенным законодательством является нарушением, и неопубликование данного документа не дает возможности за участнику в полной мере рассчитать, насколько, вернее, какими показателями апеллировать для расчета цены, которая будет приемлема для участия. И вы, наверное, все знаете, что основные виды торгов, проводимых сейчас в Российской Федерации, это электронные аукционы. То есть, выигрывает тот участник, который предлагает наименьшую цену. Таких жал в текущем году уже поступило 20, они признаны обоснованными. Заказчикам выдано соответствующее предписание для внесения изменений в документацию. Также хотелось бы отметить, что существуют определенные виды сговоров между потенциальным заказчиком и участниками. С участниками и заказчиками тяжелее доказать сговор, но существует такая система сейчас. Она почему-то вроде была забыта в Российской Федерации, в Татарстане всплывает по новой форме, так называемый таран. Это когда три участника заведомо договариваются о том, что, допустим, есть какой-то один участник, который должен победить в торгах, при начале торгов делает один шаг, после чего два других участника, обладая программным продуктом, в течение двух минут снижает начальную максимальную цену до минимума. Победителями признается участник, сделавший первый шаг по той простой причине, что две заявки, которые цену до минимума избили, признаются несоответствующему законодательству и подлежат отклонению. То есть это у нас уже на сегодняшний день, и на сегодняшний день, за прошедшие два месяца уже четыре таких случая выявлено. Один из них рассматривается, уже по нему возбуждено дело. Кроме того, Федеральная антименопольная служба, помимо рассмотрения жалоб, проводит проверочные мероприятия. В этом году у нас проведено шесть выездных проверок различных государственных заказчиков, проверено 800 размещений заказа, где-то в порядке 60% обнаружено нарушение. Основные нарушения также, как и говорилось, утверждение документации, несоответствующие действующему законодательству. И неправомерное отклонение участников в торгах. Кроме того, проведено 98 внеплановых проверок. Это когда жалоба поступает уже либо после заключения государственного контракта, либо после уже окончания рассмотрения заявок. В данном случае жалобы от участия не рассматриваются, как в обычном варианте происходит, а проводится внеплановый проверок. 98 внеплановых проверок было проведено. Из них 38 – это на федеральных заказчиках, 35 – на республиканских, 25 – на муниципальных. Говорить о том, что законодательство о размещении заказов грубо нарушается только заказчиками, тоже не имеет смысла. То есть все мы с вами знаем, что существует определенный видопоставщики, который любыми способами пытается, скажем, мутной воде рыбу поймать, еще что-то в этом роде, а именно пытаясь влезть в торги, либо занижать заведенному цену, не собираясь выполнять контракт, либо предлагает на определенных условиях от этих контрактов от этих. И в связи с этим одной из важных функций, тоже для защиты заказчиков, Федеральная антицеминопольная служба ведет реестр недобросовестных поставщиков. В этом году у нас поступило 45 обращений по поводу включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений о компании. При рассмотрении 27 из них были удовлетворены и направлены сведения в реестр недобросовестных поставщиков. То есть что это такое? Компания, попадая в этот список на два года, принять теоретически может она учесть в торгах, но при рассмотрении заявок в вторых частей не подлежат отклонению, так как участник состоит в реестре недобросовестных поставщиков. За текущий период 2013 года в рамках осуществления контрольных мероприятий было выписано государственным заказчикам 251 постановление о привлечении к административной ответственности на общую сумму 5 миллионов рублей. В принципе, взыскиваемость тоже на уровне порядка 3 миллионов тех, которых уже вступили в законные силы постановления. Вкратце хотелось бы остановиться на стратегии развития конкуренции антимонопольно-регулизм Российской Федерации на период с 2013 по 2024 года. В июле 2013 года принято соответствующие стратегии по развитию конкуренции антимонопольно-регулизм Российской Федерации. Выбрали 4 приоритета в деятельности службы. Это создание благоприятной институциональной и организационной среды для эффективной защиты и развития конкуренции. Это доведение нормативной и законодательной базы до тех уровней, чтобы рационально и эффективно контролировать конкуренцию Российской Федерации. Кроме того, предполагается повышение качества оказываемых услуг Федеральной Атимонопольной службы, развитие взаимодействия между территориальными органами, применение единообразия при трактовании нарушений и принятии решений, а также повышение квалификации сотрудников Управления Федеральной Атимонопольной службы. Вторым направлением является снижение административных барьеров, препятствующих развитию и свободного функционирования рынков. То есть это работа с органами власти непосредственно на территориях субъектов, на территории муниципальных образований, с целью, чтобы ими не устанавливались какие-то дискриминационные дополнительные барьеры для участия бизнеса, в том числе по аренде имущества, получения земельных участков и тому подобное, при выдаче преференций на ведение деятельности. Третье – это обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам естественных, на поле формирования эффективных механизмов тарифа образования. Все мы, наверное, сами знаем, что любой предприниматель при желании организовать свой бизнес, допустим, построить здание, всегда сталкивается с проблемой подведения коммуникаций, то есть будь то газ, тепло, либо электричество, которые, в принципе, тарифы устанавливаемые для него естественными напольными являются, ну как минимум, неподъемными для малого бизнеса. С этой целью планируется также Федеральной антимонопольной службой инициирование принятия соответствующих документов, чтобы ценообразование естественных монополий было максимально прозрачным. Плюс к этому, естественные монополии будут закупать оборудование, работы, услуги, то есть для контроля за себестоимостью производимой продукции тоже в соответствии законодательства, это 223-й федеральный закон, который обязывает установить общие правила закупки, которые позволяют следить и смотреть за прозрачностью закупок. И четвертое, это создание условий для эффективной конкуренции при размещении государственных и муниципальных заказов и реализации в торгах государственного имущества, то есть это увеличение объема проведения торгов открытых, то есть если помимо государственных заказов существует еще Рособоронзаказ, в основе своей там он проводится с закрытыми аукционами, так как влияет на безопасность страны. Федеральная антимонопольная служба считает, что еще существует достаточный перечень, который можно перевести на открытые торги, который поможет участвовать в нем субъектам малого предпринимательства. Ну и обеспечение прозрачности закупок, это должен тоже призвать принятый закон 44 федеральной контрактной системы, который будет позволять уже от процесса планирования закупки, ее проведения и соответственно исполнения до завершения на любой стадии отследить, в каком имени находится состояние данный заказ. В принципе, вкратце у меня все. Спасибо. Теперь мы перейдем к сессии вопросов. Небольшая просьба перед тем, как задать вопрос, включить микрофон и представиться. Спасибо. Ильдар Аниматурин, газета «Бизнес онлайн». А в каких отраслях чаще всего случаются нарушения при размещении госзаказов? Больше всего это при оказании услуг. То есть, очень часто это строительство, капитальный ремонт в основе своей. Потому что очень большая техническая документация вешается. Я не знаю, сколько, конечно, может быть для того, чтобы выбрать определенного квалифицированного поставщика этих услуг. То есть, технические задания очень сильно утяжеляются. Ну и не сведущий человек, либо невнимательный, ему очень сложно подать заявку в соответствии, чтобы ее заказчик не отклонил. То есть, у нас это строительство, строительство дорог, очень часто встречается. И самые частые нарушения какие? Самые частые? Это ловушки устанавливать специально заказчикам. Такого плана бывает, а не, допустим, указаний. Один из свежих случаев, который в памяти остался, я уже заказчик не буду называть. В начале документации указывается случай, если в общем объеме поставки есть мониторы, либо лампочки, либо лимисцентные. То участнику необходимо в составе своей заявки указать уровень энергобезопасности. Причем это ни к первым частям заявки, ни к вторым. Это никак не подвержено техническим заданиям. И, соответственно, заказчик из девяти участников отклоняет восьмерых. Остается только один, который вроде бы как это прочитал. Рассматривая данную жалобу, управление приняло решение о допуске всех участников, потому что, в принципе, заблуждения были введены по документации. Добрый день. Наталья Сухорукова, канал ФР24. Можно два вопроса? Первый вопрос по поводу принятия закона, который, собственно говоря, вступит в силу в следующем году в федеральной контрактной системе. Как Вы считаете, каким образом он повлияет на коррупционные факторы в госзаказе, конкретно Ваше мнение? В общем-то, ну и в частности, ситуация с допуском малого бизнеса к госзаказу. Давайте так сначала, потом задам второй вопрос. Хорошо. Вообще, закон, который вступает в силу с 1 января 2014 года, он предполагает то, что любая закупка, надо будет обосновываться. В данном случае рассматривается вопрос, будет обосновываться кем? Либо федеральным казначейством, либо нашим республиканской зависимости от уровня заказчика, либо Росфинадзоре. То есть, сначала идет обоснование, что мы хотим купить. Представляется техническое задание, рассматривается, нет для завышения цены и тому подобное. После этого существует планирование. Планы графики размещаются и планы закупок. То есть, план графика – это текущий год, который не подлежит изменению только в очень редких случаях. То есть, заранее любой участник, который захочет поучаствовать, будет в том числе и малый бизнес, будет знать примерную дату, сумму и что именно хочет заказчик закупить. То есть, это будет видно. Затем происходит сама процедура торгов. Хоть и есть нововведения, такие как двухуровневый конкурс, запрос цен. В любом случае, тот последний документ, который сейчас рассматривается в правительстве, о том, какие именно торги будут проводиться в электронной форме, перечень электронных аукционов увеличился, он не уменьшился, стало больше. И после этого, соответственно, путь само исполнения контракта контролируется. То есть, на стадии, когда аванс ушел, пришли накладные или контракт исполнен. Причем, ну, введение очень интересное в плане том, что любой заказчик, он не сможет закрыть контракт в его исполнении, не пригласив эксперта, который бы дал заключение, что это именно тот товар, именно та услуга, которую заказывал заказчик. То есть, вот эта вся процедура, она будет сейчас дорабатывать официальный сайт. Любой, скажем так, обыватель при желании сможет на любом этапе зайти и посмотреть, что творится с данным видом заказа, если ему это интересно, он контролирует, либо просто любой. И где, по его мнению, вдруг будет обнаружено нарушение, он сможет обратиться к соответствующим заявлениям в уполномоченный орган. – Ага, благодарю. То есть, ситуация, когда раньше, допустим, антимонопольная служба бывала, разворачивала предпринимателей, жалобы говорят, что, в общем-то, это не оперативные органы и что какие-то дела могут быть возбуждены только по заявлению, она как бы уходит в прошлое. То есть, здесь контроль усиливается. – Нет, это, вы понимаете, контроль от ситуации, да, но жалобы написать можно в любое же время. Единственный момент, что регламент антимонопольной службы, он не позволяет предусмотрение нарушения законодательства в государственном заказе, самим оперативно реагирует, если это у нас не плавная проверка. То есть, нам обращение нужно. – Скажите, часто имеют место такие ситуации, когда в течение очень многих-многих лет один и тот же заказчик работает с одним и тем же поставщиком. планируются ли проверки подобных контрактов? – Я бы хотел пояснить, что в соответствии с действующим законодательством федеральная антимонопольная служба может проверять только федеральных заказчиков. То есть, органы исполнительной власти, муниципалитеты может проверить только департамент казначейства республики Татарстан, там соответствующие отделы. Насколько я знаю, тоже не очень многочисленные для того, чтобы эти контракты проверять. Но существует, скажем, большая служба, такая под названием «Управление при президенте Республики Татарстан по борьбе с коррупцией» и «УБЭП» тот же самый. В принципе, если есть устойчивые пары, как я уж процитирую много уважаемого Якова Юрьевича Гейлера, то просмотреть их же очень легко это в общей базе. – Хорошо, спасибо. – Сколько всего жалоб поступило в сфере госзаказа в 2013 году? – Сколько всего? – Да. – Именно по госзаказу по государству 191 жалоба. – А сколько заказов были перенесены или, может быть, вообще отменены или возвращены на доработку в связи с поступившими жалобами от поставщиков? – Смотрите, порядка 60% в общей массе нет, даже больше последние статистические данные мы сводили. у нас получилось порядка 80% жалоб обоснованных. То есть можно сказать, что из этого количества жалоб 80% они обоснованных, и практически в каждом случае они возвращаются на этап либо изнесения изменений в документацию, либо проведения процедур по новой. – 60% или 80%? – Что, обоснованных? – Да. – Около 80%. Если быть точным, сейчас я боюсь оставлять порядка 75-76. Любая жалоба, и что еще хотелось отметить, предписание антимонопольного органа является обязательным к исполнению, то есть в чем плюс 94-го федерального закона, в отличие от 135-го, даже в случае, если участник подает в суд, он должен заявить, кроме всего прочего, обеспечительную меру. Если суд принимает обеспечительную меру, наше предписание, оно перестает действовать до момента решения суда. В ином случае предписание нужно исполнять. В этом плане, конечно, законодатели пошли навстречу контролирующему органу, и нет такой профанации, что наше решение можно переостановить, обращение просто в суд. – На что в основном жалуются поставщики, кроме тех ловушек, о которых Вы говорили? – Необоснованный отказ в основе своей пружины, документации. То есть бывает так, что заказчики указывают товар, хотя вроде в законе написано, что надо указать минимальные максимальные требования, чтобы под них подходило несколько производителей. Конкретно товары одного производителя, на которые невозможно подобрать эквивалент. такого плана и завышенный требований, как я и говорил. – Спасибо. – Юлия Волочаева, это Центр. Скажите, пожалуйста, в начале сентября было вознуждено административное производство в отношении исполкома по поселку Курашлы. Сейчас как-то эта ситуация развивается, можете прокомментировать? – К сожалению, вопрос немножечко не мой, сказать не смогу. Это не по госзаказу, это по органу власти, по поводу выдачащих земельных участков. То есть дело рассмотрения находится. – Казань, Звезда. – Простите, вот по законодательству, как долго в среднем у вас рассматриваются обращения, которые к вам поступают? Временные рамки? – Временные рамки у нас очень сжатые, то есть любая жалоба поступившая, она должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней с момента поступления, начиная со следующего. То есть жалобы поступившие сегодня, сегодня у нас среда, конечный срок ее рассмотрения, среда следующей недели. – И есть ли факты того, что ваши предписания оспариваются в суде? – Да, конечно, оспариваются. – Как много? – Порядка около 30%. В общем, одна третья часть, да. – Простите, вы не могли бы напомнить, сколько сегодня составляют штрафы, допустим, для должностных лиц заказчика за выявленные нарушения? Насколько я помню, это были достаточно внушительные штрафы. – Штрафы действительно внушительные, они начинают разбег свой от трех тысяч и заканчивают пятидесять. Члены комиссии, которые неправомерно отклоняют заявки участников, то есть в любом случае там идет один процент от минимальной суммы заказа, но не более тридцати тысяч. То есть в основе своего всегда практически в тридцать тысяч попадает. Для заказчика, утвердившего документацию, несоответствующую законодательству штраф, как бы он еще более-менее божеский – три тысячи рублей. В случае же, если установлены требования завышенные к участникам размещения заказа, штраф составляет до пятидесят тысяч рублей. То есть на должностное лицо, утвердившие документацию. В данном случае это, скорее всего, руководитель организации. – Простите, вот здесь в брошюре указано о том, что вплоть до тюремного заключения есть ли факты того, что по занрушению федерального антимонопольного законодательства люди попадали в тюрьму? В Татарстане? – В Татарстане таких нет. То есть у нас по 178-й статье уголовного кодекса еще дела не возбуждались. По картинам сбора. – У меня, видимо, очень много вопросов. Вы не подскажете, в общем-то, Артемьев говорил, что одним из рынков, в которых я еще не ходила антимонопольная служба, это, в общем-то, рынок ритуальных услуг. Планируется ли изучение ситуации антимонопольной ситуации на данном рынке в регионе у нас в ближайшие годы? – Ну, вы все, наверное, помните, было где-то в начале весны, по-моему, небольшой сюжет, ну, как же небольшой сюжет, по-моему, на ТНВ, если я не ошибаюсь, сюжет о том, что ритуальные услуги, а именно навязываются гражданам услуги, то есть по проведению вскрытия, да, допустим, по покупке всех необходимых вещей для усопшего в организациях, которые вроде бы как снимают определенные помещения в учреждениях, в которых, в принципе, эти помещения сдаваться не должны, то есть навязывание услуги идет. По данному вопросу рассмотрение идет у нас материал, но насколько я знаю, потому что вопрос немножко немой, дело закончилось или нет, я сказать не могу. То есть, ну, вопрос этот рассматривается, в любом случае это в плане по органам власти будет рассматриваться, если даже будет рынок смотреть ритуальных услуг, потому что, в принципе, да, там навязывание услуги идет, плюс цена устанавливается тариф в зависимости от того, как это будет, Бог на дочь положит. РБК Татарстан, Татьяна Ренкова. Вы перечислили отрасли, в которых чаще всего встречаются нарушения, а скажите, это сугубо татарстанская специфика или в целом по России, примерно? Я хотел бы еще сказать, что, в принципе, если брать в общем по стороне, по Российской Федерации, местные заказчики еще не сказать, что уж очень сильно так нарушают. Все равно, скажем, уровень заказчиков, их подготовленность, их знание закона, она повыше будет, чем у, скажем, коллег, хотя бы по Павловскому округу. Но все зависит от суммы, опять же, то есть каждый человек, он в меру своей испорченности, чем больше суммы, тем больше он думает, может ему позволено либо что-то новое придумать в законе, что не существует. И плюс еще существует такой же момент, что люди не жалуются. Кто-то с кем-то когда-то работал, пытается, думает, я буду с ним в будущем работать, если я сейчас подам жалобу, он 100% сам работать с ним будет. Такого к вам. Но так не сказать, что мы в хвосте под данным вопросом. То есть уровень заказчиков достойный, татарстами. Пожалуйста, последний вопрос. Будьте так любезны, приведите на память вот самый яркий показательный пример и называю заказчиков и поставщиков, который вам вот запомнился. Я немножко вопрос не помню, конечно. Более конкретно, как понять самый яркий пример, который запомнился? То, что выделилось, может, суммой нарушений, может, ухищрениями и ловушками, которые поставили, были установлены. Каким образом? Вот яркий пример этого года. Ну, один из заказчиков, назвать его не буду, установил такую ловушку очень интересную. Сам бы я до этого не додумался, просто поэтому и говорю. То есть техническое задание указано, минимальные и максимальные требования к определенному товару. То есть участник, он участвуя, должен быть, соответственно, предложить в этих рамках какие-то допуски. Отдельно от технического задания, где-то в середине документации, там, в самом начале, была написана следующая фраза. В случае, если в техническом задании указан диапазон ни менее, ни более, то цифры, входящие в этот диапазон, не годны для заказчика в качестве описания данного товара. То есть, грубо говоря, если там диапазон стоит от 0,1 до 0,5, то диапазон нам нужен 0,2 и 0,4. Соответственно, было 10 заявок, из которых было 7 отклонено, третье-то как-то увидели дело. И было принято решение о том, что документация вводит заблуждение, результаты аукциона отменить, внести изменения в документацию и провести процедуру по новым. То есть, вот так его доходит. Спасибо. На этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо за внимание. Спасибо за участие. До свидания. Спасибо.